практически мы друзья сидим не просто так мы сидим на похоронах с удовольствием все эти буря в сакане воды что елена санна лекции читает я в свое время снял серию фильмов сергей железа 8 снял с моей подачи с телевидением я снимал фильмы с красноярским телевидимом санна рассказывает что когда савинич в красноярске показал этот фильм у людей был шок и опять это столько это даже не полпроцента это одна сотая процента ничего не меняется мы на похоронах с удовольствием они взяли количество не взяли измором теперь все знают пропади над пропадом копать каждый год землю на детских сотках а если не покалечить почву и урожая не будет это страшно не поберешь урожая не будет не искалечишь там урожая не будет не отрежешь половину веток урожая не будет весеннее опрышка не осеннее профилактическое вот потом я меня дошли знаете на чем три обрезки каждый год каждый берег течение года три обрезки еще ссылается на пушу дороге открывается не устал жить в этом дебильном этом как сказать не в стране нет много цен на все те кто власть почувствовал не имея на то никакого права захватил все но это уже не политика это концентрация пакта поехали сейчас я гляну все наши гвардия на месте ребят здравствуйте привет брат бориса добрый вечер надежда мария добрый вечер малышка ольга добрый вечер как себя чувствуете нормально не первый раз так всем добрый вечер добрый вечер как ваше здоровье особый у нас пошел коронавирус в голову ворочили на бросили два укола позади вот второй тяжелейший приступ за месяц отказ от госпитализации там у нас люди лежат умирает я постеснялся ложится ну вот пока все селябинск привет таташа опарина тоже привет сергей александр здравствуйте ватный виновгород так корона включится по россии и компания провалена опять с народом не повезло все равно мне не повезло официально заболел после двух уколов все гораздо сложнее вопрос кончится или нет или будет на полном вымирании что можно было предпринять мне помешало то что я должен помогать людям я должен был садиться заболели все родственники я должен был садиться за руль и возить кого взрослого поликлинику кого в детскую кого взрослого в детскую то есть мое это было неизбежно хотя же представим себе что мне никто не нужен я уезжаю в деревню на этот месяц красота печка 100 грамм огурчик и все это не купался все венесе и ничего со мной не было бросать людей в беде пережить все что я не включаю и коронавирус так смотритель привет тюмени плюс 5 бабасовый химий нить всем мире архангельская область привет сергей кузнецов казачинская приветствует алтовец каваровск привет добрый вечер всем спасибо вам за подсказку что делать с прививками рогатками теперь знаю что с ними сделаю весной если доживем здоровьем и нам очень нужны не знаете некоторые души там учишься пошел выпил 100 грамм мне нельзя и потому что нельзя потому что что это нельзя расписать до такой степени чтобы после 100 грамм еще и с вами беседу так благодарю вас за ваши косточки пришли косточки слева теперь осталось у вас заказать косточки вишни зачем сразу-то вишни семечки груши я буду взять на вашу волшебную книгу так успеваем успеваем смотреть быстренько лезем компьютер мой архив прививка быстренько ищем мы все вместе ищем ножи сейчас я прокомментирую пара ножи лежит у меня ну а почему не ответить если вы прожидали пара ножи лежит у меня вот интересовая фотография да вот время прививки бах не надо даже текст правильно лента из чего вот такая идеальная а так как больше нигде не достанете тогда получается у нас собранного купить везде столько всего 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 интересного богатый архив так я ищу ножи фотографии ножей знаете зачем я сегодня не зашел понять если все буду рассказывать что я буду рассказывать завтра у меня восемь вебинаров с мерцами будет о чем зимой поговорить о чем еще заниматься куда вы делись фонографии ножи именно здесь в разделе подвига всегда они были один из ножей который я утерял вот так идеальный но найти такое невозможно прошло 10 лет мне его 12 лет назад из-за границы москвичка выписала это ладно теперь идеальный нож ну где теперь только взять что я совсем уже ничего не вижу а! нашел смотрите вот это идеальный нож фирма зелень но никто еще намекает что китайцы тоже на усилие делают этим ножом сейчас работает Сергей вот этим ножами пока я не раздобыл тут я работал вот этими вот этими вот видите они тоже на одну сторону заточены в милых руках пойдет а мне Сафронов подарил вот этот нож так что это он валяется я им так привык работать что когда освободился нож Сергея вот этот вот я взял и не стал переходить на него уже к этому привык хотя идеальным считается вот вот фирма зе-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е и еще мне мне прислали пару ножей заточки на обе стороны а брали люди деньги выпросили а этим теперь можно резать только одну вещь хлеб вот ладно сейчас не найду тем более тем более еще и толку сказать главное заточка на одну сторону так хотя бы так на ваш вопрос мог ответить хотя бы так хотя бы так идем дальше а теперь тебе покупать я боюсь придется заказывать с помощью интернета а тут вас почти 90% кто обманывает то что вы напишите мне нужен нож с односторонней за точкой даже те кто их посылает до них такого понятия нет односторонней вот так и пишут знаете есть ножи окулировочные да они с пяточкой как бы вот сейчас я вам еще раз покажу вот вот так спрятаешься вот видите пяточку это привычный нож и окулировать одновременно эта пяточка раздвигать по роботке вот и с односторонней заточка вот прислать такой же на двусторонней заточку вот только для окулировки а мы с вами делаем капулировку нам нужно чтобы средь была идеальной вот ну что пойдем дальше как мог ответил хотя сто раз уже на этот вопрос отвечал так благодарю за ответ Казаков всем здравствуйте Ирина Валерий Костильевич весной посеяла косточки абрикосов подвои и привы в одной школке выросли я правильно понимаю что весной подвои надо пересадить на постоянные места и сразу делать прививки нет неправильно или ранней весной делаю прививки на подвои а осенью пересадить на постоянные места второй вариант мне нравится больше есть еще и третий вариант сейчас я вам покажу то есть смотрите пока они уже хорошо укоренены все и у них получается идеальная проживаемость когда вы стоите на коленях прямо в шковке где они вот на таком расстоянии прям тоже и плевать а потом они пойдут рост и у вас начнется две проблемы обе уже приятные обе приятные смотри сейчас я себе сходы найду видите я бы еще заранее готовлюсь вот вариант пожалуйста видите вот тут у меня персик еще что то вот и то есть только-только смотрите только проснулись в этот момент если хороший ком земли если они разваливаются переносите и он может и останет чуть-чуть как если бы не топает но не растите дальше в школу в детском саду правильно это одно я нашел сейчас я вам попробую еще найти у него есть поинтересный снимок и он даже полезнее сейчас 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 хорошо когда у нас народу прибывает вот наша песня хороша начиная с начала вот цена бутылок видите под бутылкой день завойдет ладно это я опять это все сначала 154 вебинара повторить сейчас я ищу ту самую фотографию ту самую фотографию ту самую фотографию которая несколько полезнее кстати вот не удержался да видите можно увеличить с помощью витративной гибридизации плоды да ладно это я так удержался не удержался так чтобы меня камни не кидали это я тоже случайно вот теперь у меня осталось вот столько все это равно что процентов 10 процентов 90 подавили никаких упреков что у меня что-то пропадает не принимая вот и все добившие в европе вот эти вот будут сибиряки правда на это уйдут многие годы моему огромному сожалению господи нельзя мне все смотреть на каждую фотографию это отдельная тема сейчас с переносом связанный о нашел смотрите это же весной допустим это так только-только оттает земля а еще может не совсем оттаяло я делаю прививку накрываю бутылкой жду когда тает наш циклопат независимо от того что под бутылкой делается я переношу вероятность скорости 90 процентов нормально 9 из 10 и тогда что к осени 8 садель вы только у вас был второй какой пункт ага давайте это пусть тогда я привью а осенью перенесу или вот сейчас минимум корней маленький саженец вам или какие или осенью вы будете рубить вот таким представляете как рубить и конечно тот осенний саженец сильно останется от этого риск есть без процентов а без риска никуда не денешься так все я как мог ответить на этот вопрос так это что это это Спасибо.